Объясним, как работает сквозная аналитика в Bittrex24. Есть несколько типовых источников обращений – Яндекс Директ, ВКонтакте и т.д. Для отслеживания каждого есть решение. Для начала работы на стороне Bittrex24 нам нужно настроить источники трафика, указать UTM-метки и выполнить авторизацию в рекламных кабинетах, например, для Яндекса. Мы авторизованы в Яндексе, поэтому подключение рекламного кабинета происходит без запроса логина и пароля. Подключаем и указываем UTM-метку. ВКонтакте аналогично. Рекомендую называть метки так, чтобы вы не запутались и могли впоследствии идентифицировать рекламный канал в системах аналитики, для ВКонтакте, ВК или ВКонтакте и т.д. Остальные рекламные источники подключаются также. Подключенные рекламные источники подсвечиваются. Теперь выполним настройку на стороне рекламной системы, покажем на примере ВКонтакте. В следующих уроках мы подробно рассмотрим каждую рекламную площадку. Укажем во ВКонтакте UTM-метку в ссылке на сайт. Обратите внимание, важно указать ровно ту же самую метку, которую мы задали при настройке рекламного канала. Посмотрим, как работает сквозная аналитика на практике. Представим, что клиент нашел нашу группу во ВКонтакте и заинтересовался нашим предложением. Переходим на лендинг по ссылке из ВКонтакте и заполняем форму. Теперь посмотрим, как это работает со стороны менеджера. Мы видим, что появилась новая сделка. Источник обращения CRM-форма. Сквозная аналитика показывает, что клиент нашел нас во ВКонтакте. Информация о рекламном источнике передалась в сделку, так как мы настроили UTM-метку, а лендинг сделан на технологии сайта Bitrix24. Для веб-сайтов на других платформах сквозная аналитика также работает. Мы покажем это в следующих уроках. Поговорим об аналитике звонков. В одном из прошлых уроков мы звонили на номер, указанный во ВКонтакте, и видели, что в CRM появляются сделки на основе звонков. Мы используем несколько рекламных источников, кроме ВКонтакте. Как понять, с какого именно рекламного канала пришел звонок? Для этого существует колл-трекинг. Он работает очень просто. Клиент переходит на сайт по одному из настроенных и подключенных источников. В этот момент номер телефона на сайте подменяется. Если клиент позвонит, сквозная аналитика узнает источник звонка. Колл-трекинг встроен в Bitrix24. Для работы колл-трекинга у вас должна быть подключена телефония и арендованы номера. Для настройки отслеживания звонков необходимо сделать два простых действия. Первое. Купить необходимое количество номеров. Мы рекомендуем покупать по одному номеру на каждый рекламный канал, один номер для оффлайна и один про запас. Этот запасной номер указывать на сайте и использовать для так называемого органического или прочего трафика. Второе. Распределить номера по рекламным источникам. Продемонстрируем распределение номеров. Мы подключили пакет 5 номеров. Также можно подключать внешние номера, но мы не будем останавливаться на подробностях настройки телефонии. В материалах курса будут соответствующие ссылки. Распределим номера. Откроем колл-трекинг и сделаем следующие привязки. Старый номер, который изначально размещен на лендинге, оканчивается на 531, оставляем для прочего трафика. Проверим, как работает подмена номера на сайте. Для этого в Bitrix24 есть встроенный режим просмотра. Откроем канал сайт Bitrix24 и нажмем посмотреть на сайте. В режиме просмотра над лендингом появляется серая панель. Обратите внимание, режим просмотра сам обнаружил несколько телефонных номеров и емейлов на лендинге. Номер изменился. Именно они будут заменяться в зависимости от настроек колл-трекинга. Проверим подмену. Мы выбрали ВКонтакте и увидели, что номер изменился. Проверим Яндекс. Номер изменился. Итак, колл-трекинг подменяет номера. Теперь отредактируем номер на нашей странице ВКонтакте. Это нужно для того, что если клиент увидит номер на страничке ВКонтакте и позвонит по нему, сквозная аналитика однозначно определит источник обращения ВКонтакте. Редактируем. Теперь проверим, как работает колл-трекинг на стороне клиента. Откроем ВКонтакте. Откроем сайт. Мы видим, что номер изменился. Итак, номер изменился. Далее сделаем тестовый звонок и убедимся, что сквозная аналитика правильно зафиксирует источник обращения. Откроем CRM. Видим новую сделку. Сквозная аналитика определила, что источник обращения ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова